Малина – ценная ягодная культура. Ее плоды богаты высоким содержанием полезных веществ – витаминами, антиоксидантами, дубильными веществами, кислотами, белками и жирами. Это диетическая ягода, которая может употребляться в любом количестве. Малина великолепно подходит для здорового питания, так как из общей массы в ней всего 10% сахара и порядка 87% воды. Калорийность 100-граммовой порции свежей малины составляет примерно от 41 до 50 килокалорий, а калорийность сухой малины – 241 килокалория. Ягоды малины знамениты внушительным процентом ценного витамина С. В 100 граммах продукта содержится около 30 миллиграммов аскорбиновой кислоты. Это практически наполовину покрывает суточную потребность человеческого организма в данном важном витамине. Такая высокая концентрация витамина С обусловлена большим количеством органических кислот. Спектр витаминов и минералов в составе ягод малины действительно широк. Именно поэтому каждый садовод любит это растение и выращивает его на своем участке. Современная медицина считает ягоды малины эликсиром здоровья и творческого долголетия человека. Мировой тренд на здоровое питание, обуславливающий рост производства плодов и ягод, способствует увеличению спроса на посадочный материал плодовых деревьев и кустарников. Агрохолдинг Поиск с успехом помогает удовлетворять этот спрос. В ассортименте агрохолдинга Поиск свыше 80 лучших сортов малины отечественной и зарубежной селекции. Агрохолдинг Поиск успешно сотрудничает с ведущими селекционерами и производителями саженцев малины. О том, как вырастить вкусную и сладкую малину, мы попросим Владимира Александровича. При выборе саженцев у садоводов возникает вопрос, как правильно выбрать саженец малины. Скажите, пожалуйста, что представляет собой стандартный саженец, когда лучше высаживать малину, какие оптимальные сроки посадки? Оптимальные сроки посадки ремонтантные, я подчеркиваю ремонтантные малины. Они достаточно поздние. Это вот в конце октября, не раньше. Потому что все остальное время, вы сами видите, она стоит с урожаем. И представьте себе ситуацию, когда обычный двухлетним циклом развития малину мы стали бы в июле пересаживать. Не очень удобно. Конечно, и приживаемость резко упадет. Поэтому поздние сроки. Или это в конце октября, или это в весной, в течение, допустим, всего посадочного периода, когда там март, апрель, май, в зависимости от зоны. Многие садоводы уверены, что малина не нуждается в каком-либо уходе, что достаточно ее посадить и полить несколько раз. На самом деле, культура малины требует к себе особого подхода. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, в чем основные агротехнические приемы выращивания малины? Вот эти сорта, о которых мы сейчас с вами рассказываем, похваленка, самохвал, малиновая гряда. Это сорта интенсивного типа. Они вот этот урожай 10-12 тонн формируют только в принадлежащем уходе. Это обязательно поливы своевременные. Вот здесь мы стоим с вами, здесь каждый ряд малины пропущено 2-3 трубочки капельного полива. Значит, ну, на садовых участках капельный полив не всегда есть у всех, скорее всего, ни у кого его нет, но лейкой или шлангом поливать нужно. А меру полива нужно определять каким-то своим путем, потому что почвы у всех разные. Вот у нас здесь чернозем, у кого-то глина, а у кого-то супещаная почва. Это из тех, я описываю, у кого я бываю знакомых. Естественно, что стандартного ответа на этот вопрос его не существует. Тот, у кого супещаная почва, будет поливать чаще, естественно, иначе он высушит растение. А у того суглинок или глина ему потребуется в 2-3 раза меньше поливов. Голова везде нужна. А нужно ли подкармливать малину когда и чем? Ну, на дачном участке, если мы говорим сейчас о подкормках малины, которые будут расти на даче, мы сейчас, конечно, подкармливать надо. Мы подкармливаем минеральным удобрением, с поливом вносим и разбрасываем по всей плантации весной, заделываем фрезой. Обязательно норма внесения до 400 килограммов на гектар минеральных удобрений. Но у себя на участке, конечно, можно этого избежать, если будем использовать, ну, например, это перепревшие листья, какие-то остатки соломы, торф. Любые органические остатки, разбросанные по участку, перегной, они будут являться удобрением. И зависит, конечно, от того, какой урожай вы планируете. Чем больше удобрений, тем, соответственно, у вас будет больше урожай. Но есть пределы. Нельзя, конечно, засыпать слоем удобрения весь участок. Но, используя органические удобрения, ягоды получаются качественнее. Они, во-первых, более легкие, меньше поражаются болезнями и более вкусные. Существуют ли какие-то болезни и вредители у малины? Какие-то есть меры борьбы и профилактики. Вот чем отличается ремонтантная сорта малины от обычной двухлетнего цикла? В том, что у нее на сегодняшний день вообще вредителей нет. Вот обратите внимание, все наши плантации не имеют технологической колье. Здесь нет прохода для опрыскивания опрыскивателем. И трактор здесь не проходит. Это говорит о том, что здесь вредителей на сегодняшний день нет. Они фенологически расходятся. Вот вредители, которые существуют на обычной малине, он в свое время уже отложил яйца, окуклился и уходят они в почву. А в это время ремонтантная малина только начинает развиваться и находится в таком состоянии, когда у нее ни соцветий, ни цветов нет. И малинный жук, он уходит, уже окупливается. А потом, впоследствии, когда малина зацветает, то вредитель уже на нее не действует. Вот как в дальнейшем будет это развиваться, пока не ясно. Скорее всего, появятся такие вредители, но сегодня их нет. Вот все, что мы видим здесь, все это выращивается без единого опрыскивания. Это экологически чистая ягода. И у вас на участке наверняка это все то же самое будет. Единственное условие, значит, нужно все-таки сажать на солнечных местах, на открытых, чтобы это было ни у забора, ни под деревом, ни в тени. Это очень важно. Одним из главных залогов успеха в выращивании малины является правильный выбор места на участке. Каким это должно быть место? Сколько для этого нужно солнечного света, тепла и влаги? Максимально освещенное место, максимально освещенное, чтобы с утра до вечера было солнце. Почва максимально с большим количеством гумуса. Вот у нас здесь участки от 4 до 7% гумуса. Это очень важно. Если это песок или чистая глина, конечно, результаты будут скромнее. Итак, какие же основные секреты правильного выращивания малины? Во-первых, большое количество солнечного света. Малина не любит тень. Она легко перенесет небольшое затенение в утренние часы, но весь остальной день ей желательно находиться на солнышке. Во-вторых, хороший полив. Благодаря одним только обильным поливам можно буквально в несколько раз повысить урожайность. Впрочем, превращать малиник в болото не стоит. Во всем нужна мера. Ну а как часто поливать, подскажут погодой и почва. Достаточно помнить, пересыхание грунта под малиной допускать нельзя, сразу теряется урожай. В-третьих, это плодородная почва. Почву перед посадкой нужно подготовить заранее, осенью или весной, смотря когда высаживаете малину. Лучше всего подготовить ее за месяц до посадки. Почва должна быть рыхлой и богатой гумусом. От этого напрямую зависит развитие куста, его здоровье и, как следствие, урожайность. И, наконец, правильная подкормка. Хоть малина и неприхотливая культура, но всегда будет благодарна за подкормку. И ответит заметным увеличением урожая. Если ко времени посадки малины почва на выбранном участке уже была удобрена старым перегноем или компостом, в рекомендуемой норме 10 килограммов на один квадратный метр, то питательных веществ растению хватит на несколько лет. Если же земля под малиной бедна, то надо обязательно подкармливать кусты органикой или комплексными удобрениями. Нужно ли обрезать саженцы малины? Насколько побегов ее формирует? Значит, обрезать малину нужно, естественно, каждый год, но мы обрезаем, и я советую делать весной. Не осенью, как везде предлагается. По какой причине? Вот если мы осенью срежем все вот эти отполносившие кусты малины, то снегозадержания здесь на участке не будет, и весь снег будет сноситься, здесь очень сильные ветры, весь снег будет сноситься в овраге. А вот при таком состоянии побегов, с большей или меньшей степени, здесь снег будет около метра высотой. Естественно, что и весной запас влаги в почве будет выше, и проблем вообще с зимовкой корней, корневой части, абсолютно никаких не возникает. Римотантная малина, она не боится зимних морозов, поскольку вся надземная часть весной должна, даже максимально низкая, должна обрезаться. Вот этот пенечек, его желательно даже и не оставлять, поскольку даже на 5-10 сантиметровом пенечке будет формироваться первый урожай, который, в общем, садоводу-то и не нужен. Ягоды появятся вместе с малиной обычной двухлетней, но потом они ослабят этот куст. Поэтому желательно обрезать секатором ниже уровня земли, даже чуть-чуть вдавливая, чтобы поле было абсолютно чистое. Все мы хотим посадить у себя на участке ремонтантные сорта малины. Скажите, пожалуйста, что это за малина, чем она отличается от обычной? Ремонтантная малина существенно отличается от обычной малины, и все эти отличия, они, конечно, в положительную сторону. Во-первых, она не поражается вредителями, ее не нужно опрыскивать. И каждый из ягод, если вы ее сорвете, можно отчетливо наблюдать, что там никогда никаких червей не бывает. Теперь второе. Урожай, который бывает на ремонтантной малине, на обычной малине, таких урожаев никогда не бывает. Она в два раза, в три раза бывает урожай, когда соответствующие условия ей создают. Второе, из этих отличий, не требуется каких-то мероприятий по сохранению этой малины зимой. Если обычный куст малины двухлетнего цикла развития нужно укрывать на зиму, пригибать, иначе и сушение зимнее или обмерзание приводит к тому, что урожай практически и не бывает. И урожай, соответственно, и падает. То эта малина, она, надземная часть, ее абсолютно может подмерзнуть на сто процентов, но весь урожай, который мы получаем, вот то, что мы видим, это получается на побегах уже текущего года. Они в этом году появились и в этом году дают урожай. И, соответственно, у нас риска получить подмерзания надземной части нет. И второй момент, вы всегда обращаете, что обычную малину выращивать с каким-то колышком, к нему привязывать нужно. Весной разогнули, осенью загнули, привязали. То здесь, обратите внимание, поле, допустим, два гектара и ни одного колышка мы не видим. Вот в этом тоже огромное преимущество, если люди будут выращивать чуть-чуть побольше, чем пять кустов, то это выигрыш большой. Селекция не стоит на одном месте. И вами созданы новые сорта ремонтантной малины. Скажите, пожалуйста, чем они отличаются друг от друга? И в чем особенности агротехники выращивания этих сортов? Чем они отличаются друг от друга? Отличаются они сроками созревания. Если конек-горбунок открывает сезон, он самый ранний, он чуть-чуть только двухлетняя малина уже успела отплодоносить, и он сразу же начинает поспевать. Впоследствии идет малиновая гряда. Она на неделю опаздывает на полторы от конька-горбунка. Это я говорю про нормальный год, когда количество осадков и тепла достаточное. После малиновой гряды начинает подношение самохвал с крупными ягодами. И после малиновой гряды и самохвала вступает подношение похвалинка. Чем они отличаются друг от друга? Вот сроками созревания, но вкус я бы не сказал, что уж сильно отличается. Конек-горбунок, конечно, по вкусу самый сладкий из них. После самохвала начинает созревать крамелька. Сорт, который отличается от всех сортов, повышенным содержанием сахара и меньшим количеством кислоты. Он буквально десертный. И у нас его с удовольствием едят самые маленькие дети, не оттащишь от этих кустов. Ну и в отличие от ранее существующих сортов, вот эти наши сорта ремонтанты малины отличаются достаточно серьезным количеством побегов, побегообразования. И мы создаем, например, плодовую стену, там, где максимально можно получить большое количество ягод, уже на второй год. В первый год они дают урожай. В год посадки, если это посадить в этом году или же на следующий год весной, то на следующий год будет первый урожай. И в пересчете на гектар он будет около тонны. Это достаточно хорошее количество, учитывая, что эти растения только были посажены. Владимир Александрович, а еще сорт такой ремонтанты малины, как нижегородец. Что это за сорт? Нижегородец это один из первых наших сортов. Он тоже очень ранний, к очень крупной ягоды, там до 15 граммов. Но по вкусу он, скорее всего, технический. Из него прекрасные получаются варенье, джемы, пастила, вино изумительное мы иногда делаем. Но в сравнении с нынешними сортами, которые я перечислил, он по вкусу им уступает. Хотя по размеру ягода превосходит. Скажите, пожалуйста, агротехника выращивания этих сортов отличается от обычной ремонтантной малины? Отличается она только тем, что требуется более серьезная подкормка этим растениям. Вот весной, когда садоводы и любители обрежут эту малину, то, конечно, почву под ними желательно заправить. Вот мы разбрасываем минеральное удобрение и заделываем все это фрезой. На участке это можно сделать граблями. И присыпать сверху, например, каким-то органическим удобрением. Торф, перегной, листья перепревшие. И больше ничего делать не надо. Ни в коем случае не следует перекапывать землю под этими кустами. Поскольку мы при перекопке пораним обязательно какие-то корни, и эти корни отделены от основного растения, из адвентивных почек начнут порастать новые побеги, которые уже садоводу, скорее всего, и не нужны, если он не ставит своей целью размножения этого растения. Потому что корневые побеги будут ускоренно развиваться, если мы будем землю передкапывать под этим растением. Мы знаем, что малина размножается корневыми отпросками. Может ли она засорить участок? Существуют ли какие-то агротехнические приемы, чтобы корни малины не расползались по всему участку? Ну, мы-то обходим эти проблемы каким образом? У нас есть техника, он называется мульчер, нацепляется на трактор, и он проходит все эти междуряди, и все, что выползло за основной ряд полносящий, естественно, он их все срубает. Садовод-любитель у себя на участке может... Копать, конечно, не стоит землю. А срубить или скосить триммером их все, ненужные вам растения, вот в стадии крапивки, вот которые сейчас они выходят, триммером скосить или лопатой подрубить, не копая землю. Потому что как только мы повредим корни от них, еще больше пойдут побеги. Как сохранить ягоды в свежем виде? Ну, в свежем виде только в заморозке, другого способа я не знаю. Мы не пытались сушить, наверное, это на юге, наверное, это можно, но у нас в основном мы замораживаем и в контейнерах достаем зиму, и вот так сказать, и детям, и сами. И как еще можно использовать малины? Ну, всех-то приемов наверняка я не знаю, но мы делаем из него там варенье обычное, пастилу, значит, уваривая. Очень вкусный, вот, кстати, из Нижегородца, из Самохвала, получается, из малиновой гряды. Вино делаем замечательное, коньяк я делаю самодельный. Правда, сам не пью, но делаю, делаю. В последнее время стала популярна штамбовая малина. Что это за малина и чем она отличается от обычной и ремонтантной малины? Ну, штамбовая малина – это не какая-то особенная малина, это просто габитус этого растения, похож немного на маленькое деревце. Но это обычная малина, никаких принципиальных отличий от обычной малины здесь у нее нет. Одним из главных залогов успеха в выращивании малины является правильный выбор сорта. Какие на сегодня самые востребованные сорта малины? Ну, самые востребованные сорта, конечно, я могу сказать за себя, это наши сорта. Нижегородец, малиновая гряда, похваленка, крамелька, конек-горбунок в будущем. Они востребованы, и все люди, кто у нас приобрел. А география, значит, садоводов, которые выращивают, сейчас уже от Южно-Сахалинска до Калининграда и на юге до Узбекистана и Казахстана. Там большое количество плантаций закладывают в последнее время. Вот. И везде отзывы достаточно хорошие. Владимир Александрович, еще скажите, пожалуйста, сколько саженцев малины нужно посадить нашему садоводу для семьи, состоящей из четырех человек? Ну, саженцев давайте сделаем так, что если каждый один кустик вам даст 3 килограмма, у вас, если 5 кустов, 15 будет килограммов при идеальном уходе, то сколько они захотят съесть? Вот у меня еще вопрос. Если им хватит каждому по 5 килограммов, допустим, значит, 5 кустов, а если им нужно больше, значит, чуть побольше. Это решает каждая семья, потому что в некоторых семьях любимый фрукт, там, слива, у некоторых крыжовник, у некоторых малина. В ассортименте агрохолдинга «Поиск» свыше полутора тысяч наименований декоративных деревьев и кустарников, розы, клематисы, древовидные и травянисты пионы, а также плодовые деревья и кустарники. Ежегодно наш ассортимент пополняется новыми сортами. Весь товар отличного качества. Нашу продукцию вы можете купить в крупнейших сетевых гипермаркетах, садовых центрах, розничных и интернет-магазинах вашего города. Сотрудники питомника «Поиск» желают вам успехов в выращивании малины.